В Приморском крае активно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса. Многие из тех, кто начинает свое дело, пользуются различными мерами поддержки. Так поступила Ирина Снегирева, индивидуальный предприниматель в сфере дошкольного образования из Артема. Она взяла в аренду помещение, оформила документы по всем санитарным и пожарным требованиям, перевела помещение в нежилое, организовала и оборудовала две игровые комнаты, пространство для развития творческих способностей детей и спортивно-музыкальный зал. Сегодня в детском саду 30 воспитанников разного возраста. Мы находимся в центре «Маленький гений». «Маленький гений» – это частный детский сад, это центр развития ребенка, это место, где комфортно каждому малышу, где каждый может найти для себя интересное занятие, где каждый может провести интересное время и, конечно же, где максимально может раскрыть весь свой внутренний потенциал. «Маленький гений» – это центр альтернативного развития. Как вообще пришла идея организовать подобный центр? Это идея, она во мне жила много лет и все, что касается развития детей, это мое одномоментное хобби, любопытство и, конечно, у меня было внутреннее свое собственное желание. Я долго искала такое место, такие условия, где можно было реализоваться по полной программе самой, в первую очередь, как педагогу, как личности. И, конечно, создать такие максимальные условия, где ребенок будет себя чувствовать комфортно, как дома, но при этом будет максимально эффективно развиваться. И поэтому открыла свой детский сад, Монтусори-центр «Маленький гений». Долго думала, как его назвать, но вот в этом году наш «Маленький гений» уже отмечает по 17-летие. Участвовали в каких-либо программах? Откуда брали финансирование? Да, я получила статус социального предпринимателя, пользуюсь льготами социального предпринимателя. И, конечно же, спасибо тому, что сегодня есть такая возможность, частного государственного партнерства, что государство тоже активно интересуется нами, активно нам помогает. И мы получаем какие-то гранты. В частности, мы получили гранты. Я защищала проект и получила грант на создание дополнительных мест 300 тысяч. И мы улучшили наш детский сад, мы сделали его еще безопаснее. Мы построили пожарную лестницу, выход со второго этажа. Потом мы получали грант «Миллион» с софинансированием, с нашими участиями на развитие учреждения. Тоже нам это очень помогло. И нам, конечно, очень приятно, что мы сегодня имеем возможность пользоваться такой возможностью. И получаем дополнительное субсидирование, компенсация затрат. Части расходов – это один раз в год. Планируете еще что-то новое добавлять в ваш детский сад? Да, у нас как у детей пытливый ум, так и у нас постоянно много идей и желаний, что еще дополнительно внедрить. Возможностей много. Сегодня мы обладаем хорошим ресурсом. У нас есть большое помещение, 470 квадратов. У нас большая собственная территория, которая тоже оборудована специально для детей, где действительно та идея свободного развития ребенка может легко реализовываться. Поэтому идей на самом деле много. Конечно, мы думаем в этом направлении. Как у вас обстоят дела с воспитателями и педагогами? Воспитатели, педагоги – это не просто образованные и грамотные люди, а это люди, у которых сердце принадлежит детям. Это люди, которые, так же, как и мы говорим, что у нас альтернативная форма воспитания и развития детей, так же и сотрудников мы привлекаем других. Есть такая книга «Монте-Сори» – «Дети другие». Так вот и сотрудники у нас тоже реально другие. Они креативные, они интересные, они мыслящие, они всегда говорят «Я хочу». И когда сотрудник мой говорит «Я хочу сделать и это, или вот это», это дорогого стоит. Мы позиционируем улицу, развивающую пространство. Представляете, на улице тоже каждый шаг, даже вот участок, засыпанный маленькой галькой мелкой, это уже круто, это уже развитие. На территории у нас много деревьев. Это тоже огромная ценность. Деревья не просто мы наняли компанию, которая приехала там и посадила. Нет. Мы тоже вовлекаем родителей, детей в этот активный процесс. Мы показываем, что мы проводим День Земли. Мы говорим «От, Земля там в опасности, нужно там улучшить планету Земля». Делаем именно такие мероприятия. И вот все, что вот здесь есть сегодня, это и кедры, и лиственницы, и березы, и ивы плакучие. Дети знают это воочию. Они могут щупать, трогать, наблюдать, клен и так далее. То есть они реально с этим живут, и они это понимают. Не на картинках мы показываем. Ну, картинки тоже мы пользуемся, да, такими моментами. Но вживую ребенок берет настоящую лопату, он копает землю, он льет настоящую воду, он пересыпает, он получает чувственный опыт. Через вот это взаимодействие реальное он развивается. И это для него ценность. То же самое, чипсы, которые вы сейчас видите в ингредиентальной упаковке, то есть это пакеты вакуумные, сейчас происходит процесс газации, то есть в газовой модифицирующей среде. То есть сначала на нем у полковщики откачивается воздух, кислород весь, и потом подается вот через вот эти трубочки газовая смесь. Если вы видите, видите, в пакетике они рассуда, сюда подается газовая смесь ПС-20. Еще один частный предприниматель Иван Корбан занимается выпуском продуктов питания. Здесь также регулярно пользуются различными мерами поддержки. Общая сумма субсидий за последние годы составила более трех миллионов рублей. Продукция предприятия реализуется в магазинах Артема и других населенных пунктах Приморского края. Сейчас мы с вами находимся в цехе по изготовлению сыровяренных продуктов, так называемых чипсах мясных, где осуществляется полный цикл производства, от стадии подачи сырья до выпуска готового продукта. Схема производства какая? Подается мясо на дефростацию, осуществляется посол сырья, замешивание со специями. После сутки, двоих суток, трех-трех процессов засолки, мясо поступает в низкотемпературный холодильник, вот в этих платформах, что вы сейчас видите, замораживается в течение суток полтора, дальше дефон, то есть маленько оттает и поступает сюда на слайсер нарезки, которые вы сейчас видите. Это цельномышечкая ткань, то есть сейчас свинина стоит на подаче, и есть еще куриные чипсы. То есть оператор нарезает эти чипсы в полимерные ящики, которые сейчас видите. Дальше это все раскладываются, раскладываются наши сушильные рамы, которые дальше идут в печи для сушки. Пенчи, ну, это наша отечественная печь, их тут три штуки. Здесь осуществляется, понимая, сейчас круглосуточный режим работы, то есть в шестидневном режиме. И пропускная, ну, то есть производительность данного цеха на сегодняшний день порядка 350 килограмм в смену. Пять человек в смену, то есть она небольшая, то есть, в принципе, сам технологический процесс, он достаточно простой, ну, есть, конечно, свои тонкости, есть. Ну, он, в принципе, простой, никакого здесь секрета нет. То есть мясо после вот нарезки получаются вот такие слайсы толщиной, ну, 3 миллиметра где-то, сильномышечные, которые дальше укладываются на рамы, на сетки. Ну, вот они там дальше у вас стоят, можете потом посмотреть. Дальше эта продукция поступает в камеру сушки, процесс сушки занимает порядка 3,5-4,5 часов цикл, в зависимости от температуры охлаждающего воздуха. Сейчас можем посмотреть в камеру, чтобы посмотреть, что там находится. То есть всего 3 сушильных камеры, загрузка на одно, то есть 2 рамы, это порядка 40 килограмм готового продукта. Вот он, готовый продукт. То есть на выходе получаются сыро-авяленые чипсы, называемые весны, которые, я так понимаю, наши артемовцы уже оценили на рынке, они пользуются популярностью, да. То есть он практически уже готов, ему осталось стопнуть где-то еще минут 30-40. Дальше он пойдет на стадию фасовки в цех, то есть мы сейчас на это посмотрим. Это, по сути дела, является самая чистая зона производства, то есть доступ посторонних сюда крайне ограничен, потому что продукт, грубо говоря, ну не прошедшим техническим образованием, является сыро-авяленным. Продукт, по сути, как правило, в 2 упаковки, то есть транспортная для оптовых отгрузок, это так называемая, я сейчас покажу, это упаковка в газовую модифицирующую атмосферу по килограмму, оптовые покупатели. Для розничных клиентов компания была приобретена 4 года назад упаковочная линия специально для упаковки. Основное достоинство предприятий, то, что добились, это, наверное, все-таки люди. Не станки, не оборудование, а, наверное, люди, которые всей душой болеют на наше производство. И являются, ну, я скажу так, профессиональными в своем деле. А есть информация, много ли людей на производстве работает? Сейчас где-то 40 человек у нас здесь. Это 40 человек. Я считаю, то есть, ну, у нас сформировался вот давно костяк, который вот, ну, фил, что ли, правил, бал. Ну, то есть люди глубоко профессиональные, у которых болит душа за производство. Потому что, ну, выпускать продукт без души, ну, это не продукт, это будет что-то другое. А вот вы сами дома эти чипсы едите? У меня уже нет. Нет, не в плане того, что уже... Мы их просто уже наелись, все на дегустацию. Сегодня в Артеме работает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Из бюджета городского округа для помощи бизнесу выделено почти 65 миллионов рублей. Деньги идут на погашение платежей по лизингу и компенсация по закупке оборудования. Для муниципалитета малый и средний бизнес – это налоговая база и предоставление рабочих мест жителям городского округа. Мне кажется, что предприниматели Артема они достаточно активны, активны, как таких программах, которые есть даже в Украине. Вы помните, у нас на Крым и Круге шесть таких социальных программ, это и доступная флория, и доступная рыба, на Крым и Круге, и мы посмотрели наши предприниматели, они во всех краевых таких программах они включат. Еще один социальный предприниматель в Артеме – Анастасия Лабунская. Она занимается швейным производством. Здесь запущена производственная линия. Анастасия выиграла гранты на открытие швейных курсов. На предприятии сохранены рабочие места пенсионеров, швей, стоящих у истоков открытия фабрики. Мы находимся на территории бывшей Артемовской фабрики бельевого трикотажа, в стенах сохранившихся бывшего цеха. Цех 170 квадратов площадок. А вот для чего именно это пространство? Это пространство мы организовали для создания швейных курсов, а также как творческая студия для привлечения мастеров на нашу площадку проведения мастер-класса. Это сколько уже по времени существуют вот эти курсы? Курсы уже третий год, и только в этом году буквально месяц назад мы организовали уже это пространство на средства гранта. Можете поподробнее рассказать про грант, как собирали документы, сложно ли было или наоборот легко? Ну вообще самый первый грант мы выиграли два с половиной года назад. Это было при участии Impact Hub Евросоюз. На деньги первого гранта мы закупили частично оборудование для курсов, а на второй грант мы уже создали именно вот это пространство. Мы закупили оборудование уже более такое масштабное, да, это раскроечные столы, швейное оборудование новое закупили. И приглашаем всех желающих на наши курсы. На наших курсах обучаются как женщины, и так тенденция пошла, что приход и мужчины на наши курсы. То есть нет определенной аудитории, там, исключительно женской. И вот по возрастам как? Кто может прийти вообще на курс? Вообще мы приглашаем с 14 лет и пенсионного возраста. Мы так как социальные предприниматели, и этот грант писали в условиях социального предпринимательства, мы предоставляем скидку на обучение именно социально уязвимой категории. Это школьники, студенты, пенсионеры, малоимущие, многодетные. Прийти могут из 14 до, грубо говоря, до 100 лет, да, было бы только желание, ну и тенденция, говорю, что сейчас стали приходить мужчины. Можете поподробнее рассказать, что отшиваете здесь на фабрике? На фабрике мы отшиваем современный трикотаж, который пользуется спросом, а также у нас линейка, собственно, это одежда для домашних питомцев. Помогли ли грантовые деньги на то, чтобы реализовать рабочий процесс как-то? Сам рабочий процесс нет, больше, наверное, все-таки это относится к студии творчества и курсам. Деньги гранта, ну здесь, наверное, не смысл вообще в денежном эквиваленте, а смысл в других более проблемах, которые сталкиваются производство в нынешних реалиях. А как изначально решили стать социальным предпринимателем? Я узнала, что существует такая программа совсем недавно, да, это так как в наших стенах трудится швей, которым уже более 60 лет, и подумала, почему бы нет, и не зайти вместе с ними на эту программу. У нас получилось, мы получили статус. А на швейном производстве сколько человек здесь работает? У нас сейчас четверо. А планируете как-то штат увеличивать? Да, были бы заказы, конечно, была бы стабильная постоянная работа, конечно, бы мы увеличивали штат. Ну, в целом, есть какие-нибудь вот планы на дальнейшую какую-то работу, развитие? Да, конечно, во-первых, здесь мы хотим запустить в студии, запустить курс новый, это курс «Юный модельер» для подростков конкретно, а само производство мы планируем выход еще… Мы сейчас уже вышли на Marketplace собственные, ну, линейка одежды для питомцев, но хотим, чтобы это была именно одежда еще и для людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова